наш эфир продолжает программа эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день из о чем с чего мы начнем сегодняшнюю нашу беседу вообще-то говоря немножко поломала мои планы я собирался посвятить эту передачу ситуации во франции как типичном примере вот такого похищения европы одной ее части и вы поймете если у меня еще будет время я вернусь к франции то вы поймете почему и это случай из разряда похищения европы но жизнь мне подбросила другую тему гораздо более актуальную я бы даже сказал кровоточащую и это конечно ситуация белоруссии там проходит типичный пример похищения европы в том старом архаичном но все еще не теряющим актуальности смысле как это имело место из чехословакии я очень боюсь как бы ситуация белоруссии не закончилась тем о чем я уже в прошлой передаче говорил то есть нормализации почек словацкому признаку и там тоже после тогда тоже в чехословакии которую я уже познал я уже жил к этому времени после периода необыкновенного душевного подъема и взлета наступил наступило тяжелейшее отрезвление связанное конечно же с безысходностью с чувством безысходности потому что тогда точно так же как сейчас белоруссии когда чехи и словаки хотели отметить первую годовщину оккупации 22 августа 69 года через год они были разогнаны мощная демонстрация были разогнаны своими же силами так называемой народной милицией это помощники фактически полицейских органов и были разогнаны настолько в кавычках успешно что на брусчатке осталось 4 или 5 трупов чехов и на долгие годы страна погрузилась в так называемую нормализацию которую нужно понимать именно как возвращение не к норме мировой не к мировой не как возвращение к мировым стандартам а как возвращение к той к тому коммунистическому стереотипу который тогда называли нормализации у меня есть серьезнейшие опасения что это идеальный вариант и для белоруссии я хотел бы разумеется сказать как я понимаю как я вижу эту ситуацию что было сделано неправильно хотя всегда задним числом легко говорить как говорится после битвы каждый из нас генерал и что нужно сделать глядя вперед заглядывая вперед на мой взгляд проблематично было то что лидером всего движения оказались случайные люди я не хочу ничего дурного сказать о светлане тихановской которая выставила свою личность вперед как так сказать и защитила крышевала все оппозиционное движение своей личностью но на самом-то деле если вдуматься она была человеком достаточно случайным сел в тюрьму ее муж народ вынес ее и вот здесь первое первый вопрос нельзя ли было как это было сделано во многих других странах того же типа восточноевропейских нельзя ли было воспитать генерировать подготовить лидера или даже череду лидеров на случай если начнут начнут повязывать разумеется что подходили новые и новые люди но были уже подготовлены были сильными личностями и понимали на что они идут трагедия тихановская в том что она не ожидала такого удара она не ожидала что под угрозу под угрозой окажутся ее собственные дети муж который сидит в тюрьме такой лидер ослаблен внешними обстоятельствами ему надо быть нечеловеческой силы человеком чтобы противостоять этому как говорится с открытым забралом она не смогла но это надо можно предвидеть и сейчас у белорусов ясная задача не позволить вогнать себя в ситуацию нормализации не потерять своего энтузиазма своего стремления к переменам и работать по этому типу так как и произошло надо помнить кстати что и в чехословакии нормализация продолжалась 20 лет но она же в конечном счете была разрушена она не увенчалась успехом потому что уже была ячейка сильная ячейка оппозиционеров среди них был подготовлен лидер это был конечно васлав гавил но он был не один все таки карте работала по схеме 3 пресс-секретаря которые все документы карте подтверждают как говорится своим своей подписью в любом случае они могли каждый из них что собственно и произошло когда гавила арестовали он отсидел 4 года каждый из них становился временным лидерами каждый из них понимал на что идет это очень важно иметь лидера который знает на что он идет это может быть женщина это должна быть жанна дарк должна быть женщина которая идет до конца своих намерений вот этого не произошло это конечно серьезная на мой взгляд ошибка беда белорусов но надеюсь что им удастся выйти из этой ситуации этим путем то есть формируя ячейку организационный центр будущей оппозиции такой который нелегко сразу повязать всех не повяжешь если будет там две-три тысячи человек они будут выделять из себя каждый момент истории нужного человека подготовленного и готового идти до конца и такого лидера выставлять против против власть вот мне кажется что они и без моих советов к этому заключению придут сейчас же пока всеобщая растерянность она кстати наблюдается не только в беларуси она наблюдается везде обратите внимание как растерян путин и его пропаганда кремлевские программе пропагандисты вообще не знаю как какую как в какой ящик стала им засунуть всю эту историю что им сказать народу это что все польские или чешские происки они кстати первым делом заявили что это происки чехии и польши и великобритании три страны они выбрали но и что а дальше что ведь путин не в ладах с лукашенко это знает каждое об этом терекают воробьи на крыше и что же дальше радоваться его победе поздравления путина были весьма сдержаны странно не личные поздравления такие в общих фразах выдержанные что же дальше по моему пока не знает никто но учесть эти уроки исключительно важно белорусы ведь не первое кто пытается сбросить подобный режим им нужно выучить уроки прошлого на мой взгляд вот сделал это как бы вступление я могу с вашего позволения вернуться к тому о чем хотел говорить это похищение западная часть европы если вы позволите сергей для конечно 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 франции франции дело в том что может быть многие из вас из ваших слушателей читали замечательную на виллу или рассказ роман небольшая брошюрка небольшая книжечка французского писателя мишеля эльбека так его по-русски произносим юленбек по-французски это вообще очень острый интересный писатель но этот роман о котором я сейчас говорю называется покорность он понятен будет и всем вашим англоязычным слушателям если я скажу что по-французски это submission а по-английски submission это покорность подчинения внешним силам это рассказ о том как медленно но верно проходит процесс подчинения большой страны в данном случае франции подчинение определенным внешним силам которые как бы сначала на правах гостя потом права хозяина начинают распоряжаться в вашем собственном доме этот рассказ разумеется имеет своего главного героя я говорю о нем только потому что он хорошо отражает ту атмосферу эту постепенность градуализм шаг за шагом медленно но верно как все это происходит как это укладывается в уме одного человека и сообществ групп населения это типично для франции потому что сейчас мы наблюдаем вот именно такой этап покорности подчинения о котором я уже не могу с уверенностью сказать что его легко себя стрясти вернуться к исходным позициям и воспрепятствовать успеху этого процесса речь идет разумеется о процессе который один из французских замечательных публицистов зовут его эрик зему обозначил словами обратная колонизация или вывернутая наизнанку колонизация он утверждает и по моему утверждает по праву что во франции происходит процесс обратной колонизации приходит во францию переселенцы из стран которые ранее были колониями франции причем приходит и здесь надо особо отметить это без всякого желания интегрироваться заранее уже с желанием наоборот не пойти навстречу него не постараться приспособиться а наоборот постараться приспособить свою новую страну своим нравом они образуют по его словам некие мини колонии геттообразное геттообразное то есть кварталы и их законы законы шариата являются главными а не законы страны где мулы в мечетях воспитывает их в духе ненависти к франции их якобы новой родине и подчеркивает он как жест покорности власти страны принимают законы которые атакают этой тенденции и более того они прямо заявляют что ненависть а ненависть вы знаете это ключевое слово сейчас все говорят о ненависти ненависть по словам французских властей не исходит от убийц от тех кто убивает французов наоборот ненависть это проявление реакции стремящейся остановить процесс убийств процесс нападений и так далее он заканчивает свой пассаж публицист по имени эрик земот пассаж словами это самоубийственное поведение почему он об этом говорит и почему об этом говорю я последние месяцы в частности июль который только что остался за нами богат такими случаями последние месяцы в франции произошло несколько подобных случаев преступления разумеется надо прямо сказать например в городе леон крупнейший город франции молодая сестра медсестра 23 летняя шла по улице выгуливать своего свою собачку собачку переехала машина в которой сидел за рулем не пьяный а просто наркотизированный наркотизированный мусульманин потому что это была очевидность дальнейшего или будет вам очевидность дальнейшего который дал задний ход чуть отъехал назад и сбил с ног и переехал и эту девушку причем он ее несколько раз сознательно он ее в ту и в другую сторону переезжал чтобы добить ее окончательно она и погибла на месте но почему я об этом говорю потому что во франции сейчас действует закон по которому нельзя называть имя убийцы тем более давать в печать имя убийцы если это не европейское имя если это как сейчас говорят иудеев христианское имя какое то то можно и даже наоборот такие имена появляются на первой полосе газет крупными буквами но если это выходец из северной Африки как в данном случае это и было имя его давать нельзя то есть получается что можно давать в печать и дается в печать имя погибшего но не дается имя ее убийцы и это во многих случаях другой же случай тогда же в июле в прошлом июле сейчас уже в прошлом произошел когда молодая девушка 25-летняя жандарм в русском во франции жандарм это дорожная полиция фактически транспортная полиция можно сказать вот такая девушка полицейская попыталась остановить машину едущую на недопустимой на превышенной скорости там сидел опять же так сказать переселенец из Алжира или Северной Африки и он ее сбил переехал туда-сюда и попытался скрыться его нашли имя его запрещено называть имя жертвы можно называть но что особенно потрясает и почему мы называем это и почему я называю сейчас это процессом подчинения можно сказать и порабощения потому что когда жители города собирались устроить мирный протест митинг шествие протестное шествие то родители убитых девушек и в первом и во втором случае что показательно попросили организаторов отказаться от этой идеи потому что как они сказали это могло бы породить ненависть убийство их детей это не проявление ненависти более того родители вот этой женщины полицейские даже сказали что они вполне понимают разделяют мотивы убийцы и их соболезнования не относятся к их дочке погибшей а к нему убийце потому что как буквально цитирует французская печать его жизнь оказалась разрушенной его он получит 10 лет за убийство через пять может быть выйдет выйдет на свободу его жизнь разрушена и они вполне ему соболезную и даже сочувствуют и черт не знает что может быть они даже собираются просить об его освобождении досрочно потому что все таки жизнь человека разрушена это же трагедия это было бы смешно когда бы не было так грустно во франции недавно вышла книга написал ее но опять же его конечно подбили на написание журналиста это отец простите не отец а муж женщины которая была просто зверски замучена в клубе батаклан известный случай когда те же убийцы которые до этого еженедельник Шарли Эбдо расстреляли его редакцию эти же в общем люди или их соратники которые расстреляли всех посетителей клуба батаклан в одном случае особенно зверски замучили женщину и муж этой женщины написал сначала статью когда он ее написал журналисты тут же предложили ему написать и издать книжку поскольку она крайне прогрессивна и крайне актуальна а книга книга называется вы в любом случае не возбудите во мне ненависть он адресует эту книгу убийцам своей жены причем убийцам не простым я говорю зверское убийство он адресует им и говорит что я так вас понимаю дорогие ну случилось бывает всякое мне очень мне очень вас жаль короче говоря книжка так и называется вы не не возбудите ни при каких обстоятельствах вы не возбудите во мне ненависть и эта книга выдается как фактически девиз сегодняшнего дня девиз сегодняшней франции в которой как сказать сами понимания от этого приключается не меньше а больше подобных преступлений я назвал всего два случая за июль но есть и третий не менее фантастический отвратительный по своему содержанию это когда водителя автобуса забили ногами до полусмерти а как через два дня оказалось что до смерти забили четверо выходцев с северной африки то есть как их сейчас называют в америке нелегальных мигрантов а может быть они уже отчасти были и легальные это нисколько не меня меня в таком данном случае возмущает воспевание понятия нелегальные то есть незаконные незаконные мигрант оказывается героем наших дней тем самым мы даем понять что закон это есть оборотная сторона справедливости это то к чему мы не можем стремиться мы должны стремиться к тому чтобы помогать незаконным иммигрантам не вполне понимаю почему в таком случае мы не должны помогать воришке в супермаркете насильнику на улице мы им должны помогать они все незаконные ну так вот эти четверо молодых людей которые попытались без билетов войти в автобус он сказал им в этом у них не было еще ко всему масок они вытащили несчастного водителя на улицу и вчетвером забили его тяжелыми гуцами ногами так что он через два дня скончался от кровоизлияния в мозг и что же та же самая картина имен их не было приведено нигде их имен не было погибшего да и тысячи тысячи статей во французской печати описывающих все в кавычках прелести их жизни какие они несчастные как им трудно живется как их никто не любит никто им не помогает только это судьба человека который погиб не была никому интересна о ней книгу никто не написал подобно той книге которую написал муж убитой женщины ничто не возбудит во мне ненависть ничто делаете что угодно а я буду продолжать вас любить что это это новое христианство кто то кто то скажет но это же так по христиански это почти как нынешний папа римский целуют пыльные ботинки африканских имамов но это не христианс я вынужден разочаровать тех кто думает так наоборот христианство переживает сейчас во франции невиданный упадок количество людей которые которые отменяют свою регистрацию в церкви в любой церкви но в основном в католической естественно количество таких бывших прихожан сокращается крайне никому не мешает что эти церкви католические храмы горят один за другим во франции сейчас по общим данным сгорело уже 13 если кто то скажет что я думаю что их 14 я соглашусь 13-14 церквей причем храмов которые имеют свою историю и немалую в последнее время загорели причины самые разные обычные несчастные случаи почему то никогда в таком количестве не было несчастных случаев случайностей как бы самовозгорания каких-то таких попадания молнии и так далее сейчас это происходит правительство отказывается считать это преступными деяниями сваливая на любые привходящие элементы и что же в результате в результате опять же когда бессмертная Рижер Бордо которая всегда брыкается против этой тенденции отказывается подчиниться покориться когда она в свое время она сейчас тоже выступила я вернусь к этой теме она выступила сейчас с письмом в котором уже приведенное фактически на грань полного отчаяния так что даже не побоялась написать нецензурные слова которыми послала нынешние власти Франции в задницу она сказала мне уже не страшно мне уже 86 если не ошибаюсь лет и мне уже все равно но я не могу не выступить в защиту Франции когда она несколько лет назад еще при президенте Саркози написала ему личное письмо сугубо личное где подчеркивается частный характер этого письма написала ему что что происходит с Францией она понять не может потому что потому что французские мужчины отказываются защитить своих женщин они покоряются они подчиняются они проходят через процесс субмиссию подчинение покорение то что же сделал милейший Саркози он придал письмо гласности и обжаловал в суде Бриджит Бордо она даже получила какой-то условный срок штраф не знаю но в любом случае и сейчас после этого письма ее забросали грязью потому что забрасывать грязью это то что сублимирует заменяет французским мужикам любое проявление защитной силы оно им заменяет вот они оболюют ее грязью и почувствуют что они что-то сделали для прогресса я вам процитирую ради живого интереса еще одну маленькую цитатку из журнальчика «Люссалон Дээш» «Бежевый салон» автор Мишель Унфрей он говорит мы любим только тех кто нас ненавидит все что готово уничтожить нас воспринимается нами как великое значимое мы имеем дело с желанием уничтожить разрушить правду историю больше мы не учим детей истории Франции и мы не рассказываем им что сделала наша цивилизация мы берем уста мы говорим о цивилизации только тогда когда нужно ее полить грязью это и прямая цитата я думаю что сейчас самое время для небольшого перерыва рекламного и потом я попытаюсь восполнить недостаток в прошлый раз я не успел ответить на вопросы слушателей в этот раз я наверняка это сделаю давайте мы примем звонок прежде чем уйдем на рекламу потому что радиослушатели давно на линии добрый день пожалуйста давайте здравствуйте в начале передачи вы говорили одно сейчас вы продолжаете другое оно не стыкуется с тем что вы говорите в предыдущей серии так сказать и во второе в одном вы поддержите террористов в другом вы говорите что террористов нужно целовать отдельные места как это у вас получается так а где вы слышали что я поддерживаю террористов о чем вы говорите ну как это нигде я слышу ну вот по радио насчет Белоруссии когда вы проиграли понимаете у вас начинается сразу это вживание теперь опять меньшевики у вас правы тут во Франции вы понимаете у вас получается наоборот как наоборот ну неважно мне очень сложно полемизировать с вами потому что потому что Бориска опять потерял потому что Бориска опять потерял утреннюю таблетку и не принял поэтому вам невозможно с ним полемизировать просто назвать террористами этих вполне отчаявшихся людей белорусов которые сейчас в общем то рискуют жизнью проявляя чудеса самопожертвования не имея оружия в руках назвать их террористами тут надо потерять мне кажется всякие остатки разума давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся и продолжим Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна похищение Европы а телефон в студии 847-400-5200 только просьба ну если вы звоните сформулируйте для себя вопрос чтобы чтобы мы потом не догадывались о чем вы хотите сказать давайте попробуем принять звонки добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день господа добрый день Сергей добрый день Ефим очень приятно слушать вас я хочу поздравить и вас и Сергея с одним отыщенком нашему русскому радио то что вы рассказали про французскую девушку и про реакцию ее родители вы знаете это не так давно но наверное лет 10 может и больше может и меньше вы наверное уверен вспомните это была такая американка очень либеральная очень поддерживающая все что происходит в южной африке и она поехала праздновать гулять праздновать своей чернокожей подругой и на доме ее убили просто потому что она была белая и вот реакция родителей американских была идентична что вы сейчас рассказываете примерно тут спектакль ставили на бродвей и так далее совершенно идентичная дико нам человеческого разума непонятная реакция родителей но она их понимает увидели белую кожу давай убьем вот и все спасибо еще раз спасибо спасибо таких примеров достаточно по-моему в германии был случай какой-то государственный чиновник его дочь работала волонтером там в лагере беженцев якобы этих беженцев с ближнего востока и по-моему ее тоже убили и он при этом пускал отпустил все грехи прощение такое всепрощенческое настроение это кажущие всепрощение это всепрощение от беспомощности я бы сказал от того что мозг сознание попавшая в ловушку интеллектуальную и не умеющие из нее выбраться вырваться не умеющие почему потому что она потеряла в процессе промывания мозгов она потеряла основы она потеряла то на что можно опереться если конечно там как в сказке сбить молоко в сметану опереться и выскочить но нет таких ефим извините вас перебью давайте попробуем ну у нас звонков масса просто давайте попробуем чтобы понять о чем думают наши слушатели добрый день пожалуйста в эфире добрый день добрый вы говорите насчет Беларуси в Беларуси все только начинается что она выехала в Тихановскую Литву его запугали там эти мрази это лукашенская банда это все и российская вместе взятые это все что Лукашенко что Путин это одна и та же банда у них одна идеология идеология мало что они там между собой но у них идеология большевистско-бандитско-коммунистическая это одна банда и она за гранитой это как раньше в войну было в Польше правительство в Лондоне так и она будет она выиграла выборы все а народ сейчас все равно поднимется сейчас возьмут за оружие сейчас будут вырезать ментов ОМОНовцев всех подряд будут вырезать подряд сейчас народ возьмется за оружие за босток и будут резать всех вырезать всех под корень от того кто поддержал Китай и прочее и Армения в том числе они потом получат визы закроют границу и никаких отношений с ними не будет с этими странами я только скажу что она сто процентов согласен с вами тут мы не поспорим я буду очень сочувствовать Беларуси если сценарий вот пойдет по этому пути как вы как вы сейчас обозначили давайте примем следующий звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте то что вы рассказали про Францию я так понимаю что это относится к почти всей западной Европе это просто ужасно но еще более ужасно то что наша демократическая партия которая стала коммунистической фашистской требует от нас такого же самого поведения и к большому сожалению наша американская молодежь с промытыми мозгами так же и ведет себя уже становятся на колени бушуют вместе с этими сумасшедшими БЛМ и короче говоря как говорится один кошмар и ужас но вот вам может быть это виднее как бы издалека что мы можем делать как мы можем сопротивляться этому чтобы не не превратиться во французов спасибо большое и вам спасибо я опять же на сто процентов согласен с вами это мой образ мыслей только я пришел заключению что бороться надо всеми имеющимися методами всеми я не исключаю никаких методов борьбы слишком богат мой жизненный опыт и я понимаю что в каком-то смысле пусть отдаленно но борьба белорусов сейчас и борьба тех французов кто не собирается еще пока может быть покоряться это та же одна и та же борьба это борьба против того же чудища чудища тирании сначала может быть университетской интеллектуальной а потом и физической тирании это последняя как бы возможность последний бой последний окоп в котором оказалась западная цивилизация и тут нельзя бояться нельзя говорить а мы вот только до этой меры а за ней уже все мы не можем потому что мы большие гуманисты мы имеем дело действительно с чудовищем и здесь нужно бороться всеми доступными средствами вы кстати в первом сегменте упомянули ну когда рассказывали о том что почему бы не помочь уж если помогаете этим якобы беженцам почему бы тогда не помочь и тем кто грабит тем кто помогают и помогают вот у нас в частности в нашем штате в кук-каунте прокурор которая была избрана на этот пост благодаря деньгам Сороса который 400 тысяч долларов пожертвовал на ее избирательной команде он кстати инвестировал довольно много денег в разных штатах в избирательную компанию прокурора в Калифорнии бывший воспитанник Билла Эйрса помните такой Weather Underground который дал старт президенту Обаме в политическую жизнь так вот его воспитанник теперь генеральный прокурор в Калифорнии в общем что в нашем штате 25 тысяч прокурор кук-каунте 25 тысяч кейсов дел уголовных просто закрыло просто вот одним махом 25 тысяч уголовных дел и вот что творится получается что вот эти грабежи которые происходят сейчас в Портленде в Сиэтле в Чикаго вчера у нас был золотую милю разграбили то есть самые дорогие магазины находятся в даунтауне Чикаго разграбили буквально разбомбили вынесли все прокуроры да и так сказать не наказывают их и это по-моему такая цепочка выстроена сначала Сорос финансирует избирательную компанию прокуроров они занимают свои посты потом устраиваются эти погромы люди которые устраивают эти погромы понимают что их не накажут потому что прокурор такой она их тут же отпускает и это с определенной целью а все сводится к тому что этот год у нас год выборов чем хуже тем сложнее тем лучше для демократов да потому что для противника американской абсолютно абсолютно я просто хочу ваших слушателей это может заинтересовать Сороша Сороса как вы говорите он произносится Сорош в Венгрии во всяком случае я лично знаю я с ним встречался он был тогда издавал центральное европейское приложение четырем газетам это были газеты в Венгрии в Польше это была газета в Чехии ледовая новинная где я был как раз главным редактором и в Словакии и вот он издавал приложение и время от времени встречался с нами на редакционных летучках можно сказать приезжал когда приезжал в Будапешт и я ему высказал то что я думаю он сказал ну каждый думает по своему я его спросил тогда почему вы раздаете деньги всем но вы не дали никогда ни цента на любое на любую еврейскую организацию как пристало ведь и он мне сказал что они не могут нуждаться в моей помощи потому что я не считаю их нуждающимися в чем-либо Сорож это надо заметить и помнить очень нелюбим во всех странах к которым он имеет непосредственное отношение он очень нелюбим на своей родине в Венгрии его университеты и так далее изгнали из Чехии потому что он был тогда фактически на ножах с чешским правительством его очень не любят в Израиле его любят только там где его не знают вот поэтому но я далек от всяких конспирологических теорий я думаю что он всего лишь человек а не воплощение сатаны и с этим просто надо бороться я все-таки думаю что он воплощение сатаны и человек необычайно богатый да еще с идеей это человек страшный это человек сродни сатаны а идея можем называть это теорией заговора но если вы посмотрите на все дела которые он на все дела которые он финансирует вот мы имеем результат вот мы имеем результат я говорю где его знают оттуда его выгнали уже окей давайте идем дальше давайте есть вопросы вопросов пока нет 847 а нет вопросы есть давайте попробуем ответить добрый день конечно я вам еще раз скажу вот допустим сейчас даже не допустим а точно начнется гражданская война в белоруссии сразу вступят помогут страны близрыщащие соседи которые нормальные вся прибалтика польша чехия словакия украина все влезут все влезут мгновенно и эту мразь и ударят я бы с удовольствием разделил ваш оптимизм не знаю не всегда так получается но я бы очень желал это белорусскому народу он это заслужил ну теоретически я допускаю что власть лукашенко будет свергнута в белоруссии а что будет дальше что будет дальше сегодня этого сказать никто не может зависит многое от того кто будет этой игрой руководить если это будет Кремль и Путин то вы сами понимаете что будет дальше будет дальше какой то другой Лукашенко может быть еще хуже чем этот но у меня глубокая вера в то есть что и Путин сейчас на исходе и на излете что ему а главное ведь не то сколько у него танков как говорил когда-то Сталина о римском папе он говорил сколько у римского папы танковых дивизий не в этом дело дело в том что у него танки есть но нет идей он вообще ничего не может предложить в сфере идей а народы живут не танками а идеями и только так они живут а Путин все износился он уже не может предложить все его идеи и русский мир и Новороссия и юг Украины и что он только не придумывал он ничего не реализовал а сейчас еще будет экономически на дне пол так что я верю в то что он на излете и может быть у него даже не хватит сил для того чтобы установить какую то себе подобную диктатуру ведь Украина вырвалась худо бедно плохо хорошо вырвалась из этого объятия железного и Прибалтика вырвалась думаю что и Белоруссия закон соседства идеи распространяется и цивилизация распространяется всегда в ближайшем соседстве и лишь потом идет дальше так что я очень даже верю в будущее Белоруссии рядом с другими центральной и восточноевропейскими народами Возвращаясь к Германии к ситуации в Германии вы говорили о том что рождаемость ну то есть приезжали люди в качестве беженцев и якобы администрация или там правительство рассчитывало что они восполнят убывающие население вымирающее а вы сказали о том что рождаемость упала и среди этих групп это то же самое что происходит скажем среди арабов в Израиле то есть когда они начинают нормально жить вкусив так сказать все прелести цивилизации они несколько иначе относятся к этому вопросу почему собственно рождаемость падает и у нас то же самое скажем рождаемость белого населения значительно сокращается прирост только за счет того что приезжают латино с многочисленными семьями и в основном то детей имеют как правило группы людей которые пользуются различными федеральными и местными программами то есть люди которые работают которые зарабатывают которые строят карьеру они очень крепко задумываются о том сколько детей им иметь потому что жизнь становится все дороже налоги растут всевозможные платежи растут и они они задумываются об этом а те кто об этом думать не должен ненужным нет необходимости так сказать обо всем позаботиться государства они продолжают рожать давайте примем еще звонок а потом вы прокомментируете добрый день здравствуйте вы знаете вы сказали украина вырвалась я бы так как говорится не не делал такие поспешные выводы к сожалению медведчук это как говорится детище путина набирают все больше и больше ну как бы ставки в украине а кроме того ну как бы сейчас они находятся под диктатурой путина но она попала в лапы сороса это тоже как говорится чудовище ничуть не лучше и поэтому мне кажется кто вырвался на самом деле это может быть польша вот они действительно вырвались из объятий этих вот сумасшедших и я бы желала очень очень бы желала этого украине и вообще всему постсоветскому пространству спасибо большое ну естественно и я всю свою собственно речь свожу к тому что желаем этого же я в отличие от вас считаю что украина вырвалась это ведь не значит что совершен прорыв из царства рабства в царство свободы и царство всеобщего благополучия отнюдь нет это всего лишь прорыв в царство где сами будут решать свою судьбу украинцы и они будут ее решать я уверен они не вернутся туда это самое главное никогда они уже не вернутся в объятия России даже если эти движения будут какими-то странными судорожными туда и сюда может быть шаг вперед два шага назад никогда эти шаги уже не поведут в объятия России Украина уже не будет частью России а что касается этой рождаемости отвечу буквально в двух словах то что латинос скажем имеет высокую рождаемость а белые американцы уже не имеют это ведь доказательство это доказательство это доказательство того что речь идет не о генетике а об этике латиносы рождают больше потому что у них другая этика и она еще способствует деторождению ценности семьи и ценности воспитания детей вот в чем вся разница многие белые в том числе европейцы разумеется не имея целеполагания не знают собственно зачем они живут религию они уже бросили давно оставили где-то за собой в этом своем движении вперед и выше вперед прогрессу так зачем какие дети они только обузы на этой дороге у латинос еще нет вот этого понимания прогресса наоборот есть понимание самоценности семьи детей воспитания и так далее только поэтому кстати в израиле рождаемость сейчас у израильтян еврейского происхождения выше чем у арабов хотя раньше полагали наоборот да потому что арабы вписались вот эту этику прогресса кажущегося а израильтяне еврейского происхождения отказались они живут по своей этике и та им говорит что все таки в детях наше будущее это звучит крайне банально но ничего другого человечество не придумало давайте попробуем принять еще звонок добрый день пожалуйста в фильм пожалуйста закончите вот мысли которые вы говорили ведущий перебил там потому что за ним был по поводу тех этой молодежи которые промывали мозги у них нет основания как бы потому что они не могут соображать и поэтому вот это все приводит вот вы просто не закончили пожалуйста пару минут это мысли заслуживающие отдельной передачи но я просто скажу что промывание мозгов разумеется оно совокупно называется как бы постмодерной то есть это ситуация когда отброшены все предыдущие основания для жизни сейчас осталось что физиологическое основание живем дышим потом умрем перестанем дышать нет этической составляющей и в университетах ваших детей этому главным образом и учат что все любые правды относительно они как бы одна рядышком с другой ну набор идей из постмодерной вы можете прочитать во многих умных книгах но результат оказался таким что что раз нет никаких истин то в общем то нет и жизненных основ я повторяю народы и люди вообще как как животный друг они живут идеями потому что других причин жить кроме идей кроме целеполагания кроме проекта будущего кроме того что мы хотим чего-то определенного и и надеемся на то что если не мы то наши дети но ведь детей надо иметь чтобы наши дети могли что то сделать если их нет то кто же это сделает и мы не сделаем и никого после нас не будет короче говоря вся эта подрыв этических основ привел вот это к этому ветру в голове это называлось по-русски без царя в голове нынешняя Америка кстати живет совершенно без царя в голове это тема может быть для отдельной я вспоминаю письмо 153 интеллектуалов которые призывали эти события сейчас говорят что же получается ведь мы же не знали что так будет мы же не думали что получится тирания одной единственной мысли одной единственной идеи но ведь это же это все равно что говорить мы досчитали до 4 но не знали что будет последует 5 это совершенно очевидно и было всегда очевидно вот что я хотел сказать говоря о том что исчезли этические основы а у тех латино которые приходят сейчас в Америку они еще не исчезли они еще живут по их законам и получается что для этого они хотят иметь детей они видят в этом радость раньше американцы видели радость в труде hard working они писали на бляшках на значках I'm hard working сейчас что они пишут мы не сторонники этики труда мы сторонники этики перераспределения мы будем перераспределять уже чего-то наработано другими а мы будем это перераспределять и очень многие молодые американцы в это поверили они поверили в то что да будущее будет так выглядеть что-то наработано какие-то золотые запасы есть жиров подкожный вот будем с этого жить но так человечество жить не может Ефим огромное спасибо и до встречи в следующий раз договорились договорились всего доброго до встречи в следующей серии до встречи в следующей серии субтитры до встречи в следующей серии до встречи в следующей серии